Постоянные обстрелы, отсутствие света и воды. Так живет часть Херсонской области с начала полномасштабной войны. Село Садовое тоже. Уже 8 месяцев у нас нет электричества. Поэтому со временем все купили генераторы. Скважины есть, генераторы есть. А вот заправлять генераторы нечем. Люди повыезжали с Садово давно. У кого дети, у кого машины. Ну, остались такие вот царики-разгойники. Бензин для жителей села – самый большой дефицит. Здесь его не купить. А ехать за топливом в Херсон никто не рискует из-за обстрелов. Газ есть только в части домов. Водоснабжение вовсе отсутствует. Вода бежит по селу, как самогон капает, если кто видел. Ко мне не добегает вообще-то вода. Я ее не вижу. У кого есть скважины, генератор пользуемся, набираем. Кто хочет, набирает, приходит. Не отказываем. Садовое окружено водой. С одной стороны река Ингулец. С другой – Днепр. После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС десятки домов оказались полностью погружены под воду. В прибрежных районах ее уровень достигал 7 метров. Это дом моей мамы, но он валится уже. Пойдемте покажу мой дом. Когда спрашивают, что нужно, ты не понимаешь. Потому что на свалке теперь оказалась вся жизнь. Мы жили нормально. Все было в доме. Это мы уже убрали двор. Тут были просто горы. Мухи, запах. Вот это все. Вода доходила до окон на втором этаже. Все, что было внутри дома Натальи, пришло в негодность. А был современный ремонт. Новую технику и мебель, нажитая годами, пришлось выбрасывать. Только отошла вода, вот так вот было воды в доме. И потихоньку начали. Тачками. Две тачки сломались, выбросили, потому что глина очень тяжелая. Сюда глина завозилась камазами, вывозилась тачками. Вручную выносили это все. В доме было все. Какие-то мелочи, фотографии, тумбочки, шкафчики. Мы ничего не забирали. Когда вода начала очень быстро подниматься, мы схватили пару вещей, собаку, кота, документы и ушли. Никто не думал. Никто не знал, что будет в таком масштабе. Более 20 лет Наталья вкладывала все свои сбережения в обустройство родного дома. Сейчас жизнь придется полностью начинать с нуля. Нужно очень много стройматериалов, вплоть до стеклопакетов. Окна тоже нужно менять. Полы начали проседать. Нужно будет, наверное, заливать. Стены, все. Осталась только коробка. На таком вот этапе. Сначала было очень плачевно. Это еще и симпатично. Это родительский дом. Он очень дорог мне. Мои родители, как ласточки, собирали все в гнездышко. Да. Мы ничего, отстроим. Главное, чтобы война закончилась. А она закончится, и все отстроим. После российского теракта на Каховской ГЭС прошло уже больше месяца. Но ликвидация последствий в самом разгаре. Вдоль улиц метровые кучи мусора. Обои, мебель и личные вещи в перемешку с мокрой глиной. На помощь затопленному региону приехали волонтеры со всей Украины. Мартин военнослужащий. Более двух недель вместе с командой занимаются эвакуацией и откачкой воды. Вода еще стоит в некоторых селах. Она не уходит. И надо постоянно обновлять эту воду, чтобы ручьями она прочищалась. Так что после нас уже приезжает санэпидемстанция, проверяет, когда вы можете пить эту воду. Можно или нельзя. После освобождения правобережной части Херсонской области российские оккупанты обстреливают ее с левого берега Днепра. От Садового до российских позиций около трех километров. Взрывы здесь слышны каждый день. Сейчас не выхожу, потому что опасно. Они начали обстрелы кошмарные. А так, когда за тещи, я выходила, смотрела, там все разбито. Там трансформатор разбит, башные воронки. Вот так все сотрясается, все сыпется. Но я дальше дома не выхожу. Вот это по судьбе. Что будет, то и будет. Это такое. Все можно пережить. На бомбежке. Вот так и выживаем. Вот так и выживаем. Наверное, привыкли. Хотя к такому привыкнуть страшно. Страшно, очень страшно, потому что с нами дети. Это самое страшное. А сейчас такое, все вышло. Сейчас так. Вышел, пошел до половины огорода, а она опять летит. Пока добежишь, и не раз такое. Стараешься никуда не выходить, в город не ехать. Вот так и живешь. Ближайшая больница в 20 километрах от села, в Херсоне. Добраться туда могут не все. Автобусы ходят только до часа дня. Медикаментами и всем необходимым жители обеспечивают благотворительные организации. По словам Александра, волонтера фонда «Саппорт Херсон», основные потребности людей – это генераторы и продукты быстрого приготовления. Позавозили в ряд сел прибережной зоны, там, где уже через речку находятся орки. Позавозили туда и генераторы, и продукты питания вместе с нашими партнерами. Также не забываем про наш херсонный микрорайон «Остров», который точно так же находится без света. Вот завезли тоже 22-киловаттный генератор, там, на одной из церквей, который служит и бомбобежищем, и пунктом незламности, для того, чтобы люди могли приходить там заряжаться и брать еду. Большинство домов в Садовом разрушены обстрелами и подтоплением. Несмотря на постоянный огонь российских войск, жители не выезжают из родного села и восстанавливают свои дома. Дарья Литовченко из Херсонской области для телеканала Freedom.